Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, так сказать, домашний день, все дома. Кроме самого нашего маленького помощника, она уехала к бабушке. Пока помощник нашей бабушки, папа наш делает потолок. Спасибо нашим родственникам, которые нам помогли с этим потолком. Ну вот, папа у нас, надо будет назвать видеоролик, как сделать потолок или как разнести дом за два дня. Потому что дома, конечно, просто хаос. Вот, старший наш. Что ты делаешь, расскажи. Допустим, чистишь картошку. Чистишь картошку зачем? Не знаю, ты мне сказал. Мама заставила? Да. А мама заставила? Да, тут надо же мчить картошку. Понятно. Получается? Ну да. Получается целых четыре штуки. Обалдеть. Мы будем суп варить картошки. Вкусненький. Поэтому нам нужна картошка. Старший у нас насупился, надулся, пыхтит, но чистит. Сидел, играл. Никого не трогал. Никого не трогал. Погода у нас сегодня, ребята. Сегодня нас просто сдуло с улицы всех. Сейчас я вам окошко покажу. Вот тут у меня 15 метров в секунду ветер у нас. Вот тут на веревках у меня висело белье. Его чуть нафиг там не сдуло. Оно чуть не поулетало. Пришлось его полусырым снять. Вот. Но по белью было видно, как оно прямо аж как флаг развивалось и тянуло все наши веревки. И чуть ли не улетало. Очень сильный ветер. В принципе, не холодно. Где-то минус два. Но ветер у нас просто невыносимый. Вот. Там вот у нас в свинарнике открыта дверь. У нас знакомый мальчишка из соседней деревни. Ну, немножечко, скажем так, зарабатывает. Мы продали одну свинку. Нужно у нее вычистить загон. Сейчас я обязательно до него найду. Он мне расскажет о тяжелом труде. Я с тобой. Вот. А ты будешь чистить картошку. Нет, я сейчас не чуть-чуть осталась дочистить. Лишу. Вот ты сначала дочисти, а потом поговорим. В общем, слишком я пытаюсь дочистить папу. Вот. Теперь папа. Пап, расскажи нам. Тяжело тебе делать потолок? Чего? Чего? Нет. Не тяжело, говорит. Но есть какие-то... Не помогать. Никто не помогает. Есть какие-то сложности в обшивании потолка? Ну, может, какие-то хитрости. Ну, расскажи что-нибудь. Здесь вот у нас будет лютро когда-нибудь. В следующей жизни. Когда привезут. Ну, расскажи про саморезы. Железный. Блестящий. Нет, ну, там какие-то у тебя черненькие что-то трескается, а беленькие что-то там не трескается. Я ничего там не понимаю. Вам папа лучше расскажет. Ну, вот. Ну, в общем, вот он пришел. Да, ну, дай мне беленький саморез. Ну, он хороший дом. Железный. Друзья, руки. Ничего не найдешь, блин. Дома такой хаос. Не зря слово хаос от слова хаос. По-английски это дом. Вот такими саморезиками он. Ух, видно. Вот такими саморезами он приделывает вагонку. Он еще делал обычными такими черненькие у него были саморезы. Но она от них трескается. Вот. Ему наш дедушка и его папа привез вот такие саморезы. На эти саморезы вагонка садится лучше. А вот тут вот с ней этой палкой пришибут. Вот там, видите, вот треснуло. Это вот там вот черный саморез пытались скрутить. Треснула у нас одна вагоночка. А, вот туда вот лампа, это будущая люстра. Нет. Вот будущая люстра у нас вот здесь будет. Ну, она да. А там пока у нас вот временное освещение. Вот. Ладно, пойдем мы к Димке сходим. Которую у нас сейчас чистит наш свинарник. Ну-ка, что-то там папа говорит. Подождите, подождите. Это такая редкость, такая редкость. Давай, папа, еще раз. Светоотражающий теплоизол, как было написано на упаковке. У нас он почему-то называется лапсан. Ну, не знаю, почему-то мы у нас... Лапсан, папа. Папа говорит, что это материал. Ну, какая-то ткань. Ну, наверное. Я не знаю, у нас все места называют вот эту серебристую штуку лапсан. Она, в принципе, используется для бани, чтобы отражать тепло. Но в доме она себе тоже... В доме она себе... Да, мы взяли 5 миллиметров, не самую тонкую. Она бывает там 1, 2, 3, 5 и... Двушка самая маленькая. Трешка. Ну, по крайней мере, у нас в магазинах трешка-то? Ну, мы взяли пятерку чуть потолще. Хорошо, что мы не взяли толще, иначе у нас было там, где она нахлёст друг на друга, вот здесь. Она бы... Ну, горбатилась бы. Вот у меня, подожди, перейти к Димке идти. Сейчас все вместе оденемся и пойдем. Смотрите, как Дима чистит... Да, один холоп чистит свинарник. Ну, нет, на самом деле Димка хороший пацан, он нам всегда помогает. Особенно то, что касается чистки. Прям... Вообще-то, конечно, в такую погоду, я думала, он не придет. А он пришел. Вот что значит деревенское воспитание. Пофигу, какая погода. Ну, у нас там прям вообще... Да, нашего не выгоняешь. Прям вообще-вообще. Сейчас пойду покажу. Ну, вот и пошлепали мы в наш свинарник. Ой, господи, скользко, не навернуться бы. У нас такая погода. Вроде на улице может быть и даже там плюс один, плюс два. То есть снег-то, видите, весь потаял. Но вот как мы ходили по дорожке, устрамбовался, получился каток. Каток получился. Ползем, ползем. Значит, помощник наш... Ой, ветер очень сильный. Меня, может быть, плохо слышно. Помощник наш выгребает в тачку подстилку свинячью. И везет ее вот сюда. В принципе, в прошлом году, ну, кто смотрел видосики, росла тыква. Куча наша подупала. И опять мы всю подстилку вот сюда складываем. Потом мы ее так подровняем. И сюда опять в следующем году что-нибудь посадим. В эту кучу. Нас сносит ветром. Но мы летим в верном направлении. Я уже тут снимаю. Морковка наша, тут прицеп стояла. Морковку мы почти все съели. Завтра при воскресенье не работает наш колхоз. Завтра опять поедем. Тут вообще ничего не осталось. Так, коровью надойку подсобрать и все. Вот, завтра придется ехать за морковкой. Ветрище на улице, дай боже. Вот, Димка там с лопатой. Ну, сейчас мы к нему сходим. Свиньи все в основном сидят в помещении. Только вот хрючки у меня гуляют. А остальное... Все. Димка поезд в тачку. Балдеть, вот в такую ветрищу человек пришел. Молодец какой. Так, пойдем посмотрим, что он там начистил. Вот тут мы разобрали. Здесь у нас была прибита кусок этого. Забыл чего. Ну, вот такой. Забыл, как называется. Избишный лист. И сетка была. Стас с утра все это снял отсюда, чтобы можно было выгребсти. Тут у нас как бы теоретически два загона, но мы его здесь разбираем тоже. Получается, как один большой. Вот, это наш помощник. Зовут его Дима. Дим, расскажи зрителям. Легко чистить загон? Че мешает? А, сарки сидят, клетка, мешает. Лопатим по-маленьку. Маленьку лопатим. Вот он ковыряется тут уже второй час, наверное, или даже третий. Не знаю. О, полтора часа, говорит. Вот он выгребает. Это на мозг тоже. И отсюда за мозг все выгребать. Вот, вот отсюда он то, что выгребает, тут ямка. Дим, а я тебе окончусь. Ага, точно. А что? Тебе персональное задание. Это где? Это где? Это где? А где? О, что говорит? Надо зарядить. А потом какой загон вымешать? Не знаю, какой папа скажет, что там еще. Ну, вот эти, ну, вот эти оба. Потом, не знаю, наверное, вот этот еще у Хрючкова. Потом говорится, что, типа, я чистил меньше, а он, по-моему, больше. Теперь буду чистить. Да, не знаю. Ты у него спрашивай. Дима, сколько тебе лет? 15. Вот видите, человеку 15 лет, а он не в компьютер играет, а загоны чистит. Видите, какой молодец. Упал. Бери больше. Работка-то такая. Бери больше, кидай дальше. Чем больше работаешь, тем лучше согреешься. О, тем лучше согреешься. Ну, вот такая деревенская работка. Пойдем к коровке зайдем, посмотрим, что там у нее все осталось. На улице ветрища, все свиньи тут. Друг на дружке. И ромашка. Сегодня мы тоже ее выпускать не стали, я побоялась, что ее сдует. Да. Что такое, мам, принесла? Что-нибудь вкусненькое, нет? Нет, ромаш, это совсем не вкусно. Но это не едят. Нет, не едят. Давай посмотрим, что тут у тебя. Сен кончил, сейчас принесу. Ну, что, ромаш? Да, в такую погоду она тут стоит. Она же не понимает, что ветер на улице дует. Хочет на улицу, поэтому периодически она так помыкивает, как кто бы ее выпустил, но ее никто не выпустит. Ожидание, ожидание. Ну, и тут у нас малышня с мамкой. Мам, у нас нет котов? Каких котов? О, а вот коты греются. Ну-ка, сейчас. Сколько у вас тут, с кучки? Три. Раз. Это чип. Это Бармалей. А там кто не вижу? А, там Компот. Компот. Компот, Бармалей и чип. Вот они тут втроем. В уголочке. А где Дэйл? Кончился. Не бежал куда-то. Чип и Дэйл. И чип это Кошаки наши. Дрыхнуть. На улице ветрище их сдувает. Они все поныкались. А ты на отдыхающие, а ты на отдыхающие? Да. Иди, поди, корове сен принеси. Только выбери получше. Кучки теплее. Все греются. Они такие смешные. Сейчас один встанет и все разбегутся. Эть, эть, эть. Они даже всегда хрюкают по-разному. Когда ругаются, или когда дерутся, или когда попрошайничают. Я уже привыкла и уже разбираюсь. Уже различаю, что они хрюкают, что это значит. Наш пар идет из-под них. Мы сейчас подстилку не вычищаем, только подсыпаем сверху. А она хрюет. И пара ушла. Вот съели они мою перегородку. Видите? Обожрали. Но теперь у них тут маленько поддувает. Ну, сами съели, пусть сами мерзнут. Не любят сниматься. Я вообще смотрю, никто сниматься не любит. Так, ну давайте посмотрим, что там Дема. Дема несет сено. Вон. Куча наша была большая. Но уже почти вся закончилась. Ромашки сено несут. О, о, сенца. Сенца. О, сенца. Была у нас где-то там-то здоровущая куча. Уже почти все съели. Чуть-чуть осталось. Ну, до нее еще месяцок мы протянем. А потом придется покупать. Так, закрываем, чтобы нам тут не дуло. А почему он пахнет? Димка курит. А что ты прямо в микрофон сказала? Чтобы никто не догадался. Ну, такие дела. Папа пришел. Вот эти два. А давай рассказывай, что мы тут будем чистить. Что мы чистим? Вот это мы будем чистить. Ну, не мы. Но мы чистили. Димка любезно помогает. Да. За небольшую мзду. 500 рублей банка молока. Ладно. Но я, кстати, хочу сказать, что зимой загоны чистить лучше. Не так воняет. Когда мы чистили весной, было тепло. Здесь было не продохнуть. Да, прям было ух. Издарено. Да. Зато нас вовка не будет. Я тебе помощник один привел. Да? Нет. Вот не заставишь? Уроки сделал, все сделал. Нет, я ничего сделал. Я еще не все бабазы прошел. Что-то я. Вот видите. Вези, вези. Ну, да, там. Плохо это. Пошлите вам потолок. Вот, пойдем, папа нам покажет потолок. Пошли, папа, потолок смотреть. Пошли, папа, потолок. Построить нарисуем будем жить. Оглобля fav 대over Оглобля ровней клади. Солома signaling штукатурь. Пьет по железу молоток. Охота искру высечит Да нас ведь пятеро проток А дармоедов тысячи Но мы их всех берегуем Не позже понедельника Построим дом, не будет в нем Ни одного безденека Что нам стоит дом построить Нарисуем, будем жить Что горко на все горкоет До горко постро горкоет На горко рису горкоем По горкунем жить КОНЕЦ Ну че, мальчишки, закончили? Ага Ну и как? Мне еще помаленько Еще осилить столько же? Я да А ты? Ну, не знаю Завтра нет Просто завтра смогу Понятно, тяжело было? Очень Второй загон был легкий Там доски сразу были Да, там ли он Десять миллиметров и доски Берем меньше Понятно Ну, а ты пап? Его пап Закончил? Нет Нет? А у папы еще навалом дел Ну, скажем так Одну часть мы Одну из частей Мы вот почти доделали Там уголок остался И там вот еще Ну, можно сказать Что половина дела сделана Почти Почти, почти Еще чуть-чуть Еще немного Самое обидное Что после всех этих дел У мамы по дому Как прошелся мамай Завтра будем убираться Да? Нет Что нет? Нет Ну, как нет Посмотри, какой бардак Мама и будет убираться Да А, понятно А мама будет? Я у папы полностью заглашу Хорошая идея Дашь, ты папу помогаешь Ну, ладно Надеюсь, вам было интересно Как мы провели свое воскресенье Пишите комментарии Задавайте вопросы Ставьте лайки Ну, все Всем пока